Русская морская история Русская морская история хранит немало имен людей, связавших свою судьбу с русским флотом. История, о которой сегодня пойдет речь, очень запутанная и подробности мало кому известны. А то есть веские основания. А почему? Вы сами поймете чуть позже. Итак, разговор сегодня пойдет о Петре Первом и пиратах. О каких пиратах? Да-да, именно о тех пиратах, которые грабили по всем морям и океанам. Но при чем же здесь Петр Первый и Россия? Ведь она никогда не была пиратским государством наподобие Англии или Португалии. Ну что ж, давайте приоткроем страницы истории, покрытые толстым слоем пыли. Еще создавая флот, Петр Первый наверняка мечтал, что русские моряки выйдут на мировые морские просторы, чтобы открывать новые земли, стирая с географических карт белые пятна, каких немало еще оставалось в первые десятилетия XVIII века. Еще продолжалась Северная война, а Петр Первый, соперник Карла XII, помышлял уже не только о сухопутных и морских баталиях, но и об экспедициях. Череда первых исследовательских экспедиций началась вскоре после окончания войны. Мало кто знает об одной заморской экспедиции, которую готовил сам Петр Первый. Неудивительно, что этот проект остался почти неизвестным потомком, ведь снаряжалась экспедиция в обстановке строжайшей секретности, и на то были свои причины. Среди всех смелых начинаний Петра этот замысел был, пожалуй, одним из самых дерзновенных. Те немногие его современники, что были посвящены в планы императора, почти наверняка в глубине души должны были испытать смятение и трепет. Многое в Петровской Руси стало бы, вероятнее, понятнее для нас, если бы удалось восстановить полную картину этой первой попытки дальнего плавания. К сожалению, никто из участников экспедиции не оставил ни воспоминаний, ни дневников или записок. Во всяком случае, до сих пор таких материалов не найдено. Виновата в этом не только время, и в пору подготовки экспедиции вряд ли многие современники могли слышать о ней. Даже среди отобранных для похода старших офицеров не все были посвящены в замысел Петра. Царь старался избежать малейшей огласки. Корабли не имели права идти ла-маншем, должны были идти вокруг Англии, маскируясь под торговые суда. Никто из экипажа не должен был знать, что глава экспедиции имел при себе личные послания Петра, королю Мадагаскара и к Великому Могулу. И сам глава не знал, что капитаны кораблей получили конверты, которые они могли вскрыть только при выходе в Атлантический океан. О многом говорилось неясно в составленных тогда документах. До нашего времени большинство из них вообще не сохранилось, поэтому и историки писали о Петровской экспедиции мало. Путь, намеченный Петром, пролегал по водам прежде совершенно неведомых российским морякам. Им предстояло пересечь экватор, пройти вокруг Африки, а затем вдоль восточного побережья Мадагаскара до крошечного острова Сент-Марии. Дальше русским кораблям надлежало пересечь Индийский океан, обогнуть Индийский полуостров, причалить у берегов Бенгалии. И когда с помощью Божию, как сказано в специальных грамотах, показанное место Восиндию прибудете, тогда явитесь там великомочному Моголу и всякими мерами старайтесь его восточные страны склонить, чтобы с Россией позволил производить коммерцию и иметь с ним договор. Самодержец давно жаждал пробить морской путь в Индию для русских торговых кораблей. Мадагаскар мог стать отличной перевалочной базой. Что же послужило отправной точкой начала этой дальней экспедиции? Петровская разведка донесла, что шведский король Карл XII ведет тайные переговоры с пиратской республикой. Император же очень внимательно следил за всеми действиями своего старого противника, старался выведать, как тогда говорили, крепкие секреты и использовать их к выгоде своего государства. Давние намерения Петра были подстегнуты вестями о переговорах Швеции. Дело в том, что в конце 17-го столетия в истории европейских государств произошли большие перемены. С 1684 года морские разборники, теряя своих выжаков, дробились на более мелкие шайки и отходили в южные моря. Новая пиратская республика обосновалась близ морского пути Шолка на северо-восточном побережье Мадагаскара и на расположенном возле этого берега небольшом островке Сент-Мари. Но в Индийском океане пираты властвовали недолго. Морские державы Западной Европы в 1699 году решили, наконец, покончить с разбоем. Военные корабли теперь бдительно охраняли важнейшие торговые морские пути. Попавшихся пиратов немедленно вешали на реях. Вскоре морские разбойники практически перестали появляться на пути европейских кораблей в Индию. Поле их деятельности все больше ограничивалось выходами в Красное море и Персидский залив. В эти нелегкие для пиратов времена их предводители решили попросить покровительства у кого-нибудь из европейских государей. У морских разбойников была надежда, что они еще кое-кому нужны. Ведь даже официальная власть не чуралась пользоваться их услугами, набор которых был не очень обширен. Разбой, грабеж, убийство. Достаточно вспомнить королевских пиратов Елизаветы II. Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рэй и многие другие, наводившие ужас на злейшего врага Англии, испанского короля. Но к 17 веку золотые времена флебустеров уходили в прошлое. Короли больше не нуждались в помощи, не искали союза с джентльменами удачи. И мадагаскарским пиратам пришлось самим просить покровительства. О положении пиратов к тому времени и вообще было не важно. Десяток судов и чуть более тысячи человек. Но плюс к этому никому не веданные драгоценности, награбленные на морских просторах на протяжении многих десятилетий. В 1713 году гонец от пиратов инкогнито объявился в Европе. Через шведского посла в Ганновере он и спрашивает у Карла XII протекции. Среди нас, убеждал он посла, очень мало шведов и мы никогда не нападали на шведские суда. Стокгольмский сенат принял пиратскую петицию на августейшее имя. В 1718 году снова в Швецию отправляется один из самых главных пиратских руководителей Каспар Вильгельм Морган. Пираты узнали, что Карл вернулся в страну и испытывая недостаток во флоте и солдатах надеялись на его заинтересованность. Морган предлагает Карлу XII устроить на Мадагаскаре и на острове Сент-Мари шведские фактории и обещает отдать богатства, награбленные пиратами. Миссия Моргана завершилась успехом. Карл по совету своего министра барона Герца согласился опекать джентльменов удачи. Политика двойных стандартов всегда была свойственна главам европейских держав. Карл XII, конечно, понимал, что рискует вызвать протест и возмущение других морских государств, которые объявили пиратам беспощадную войну. Но меркантилизм, как идея того времени, был превыше всего. Карл надеялся, что сумеет восстановиться после войны с Россией и затеять новую военную кампанию, ведь пираты ему были нужны отнюдь не для вышивания рисунка на конзоле. А Морган утверждал, что у него есть десятки кораблей. 24 июня 1718 года Карл подписал охранное письмо, где Морган был объявлен наместником шведской короны на Мадагаскаре и на острове Сент-Мари и снаряжает на Мадагаскар экспедицию для организации факторий и геологических изысканий, которая, тем не менее, отменяется после его смерти. В 1721 году Улерика Элеонора снаряжает вторую экспедицию под командой генерала-адъютанта Улериха. Замаскированные подторговые суда направились на юг и вскоре бросили якоря в испанском порту Кадис, где в ожидании пиратского посланца стояли несколько месяцев. Улерих не смог унять то и дело о вспыхнувших спорах между офицерами, и потому, так и не дождавшись пиратов, поспешил назад в Швецию, где его отдали под суд за срыв экспедиции. Но пираты, оказывается, одновременно пробовали заручиться расположением и других европейских монархов, например, у датского короля Фридриха IV, голландских купцов, а также у Франции. О замысле шведов Петр получил подтверждение от Даниэла Вильстера, шведа по национальности. Бывалый моряк Вильстер служил и датчанам в их войне со шведами, и шведам против датчан. Вильстер решился перейти на русскую службу, и первым его действием было представление Петру Великому проекта о посылке экспедиции на остров Мадагаскар. После известия о провале экспедиции Улериха, Петр приказывает Вильстеру подготовить экстракт, свод всех сведений о пиратах и их отношениях со шведским двором, который тот и представляет 4 июня 1723 года. 3 ноября 1723 года начальник ревельской эскадры Фан Гофт получает приказ Петра срочно оснастить и вооружить для дальнего плавания два новых только что построенных в Амстердаме фрегата – Амстердам Галей и Декрон де Ливде, на которых назначены правительственные комиссары – капитан-лейтенант Мясной и капитан-поручик Кошелев. Курировать подготовку к отплытию должен был генерал-адмирал Апраксин, единственный, кроме Петра Вильстера, человек в России посвященный в тайну. Экспедиция собиралась в безумной спешке, и в декабре корабли были готовы, впрочем, лишь формально. 22 декабря Вильстер писал Петру, что трудно поверить, что морской человек он не отправлял. Результат был предсказуем. При первом же шторме Амстердам Галей дал такую течь, что помпы еле успевали откачивать воду. При попытке откилевать его, лег на бок и затонул. На нижних палубах погибло 16 матросов. Однако Петр не отменяет экспедицию, а передает через Апраксина новый приказ – готовить к плаванию принца Евгения или выбрать подходящий фрегат в Ревельском порту. Сюда были выбраны, но оказалось, что они не подшиты шерстью. В те времена полагали, что это лучшая защита от моллюсков в теплых морях. На Ревельских складах шерсти не оказалось, пришлось искать ее по соседним городам. Январь 1724 года прошел в этих заботах. Командир шведской экспедиции Улерих был приглашен во дворец и обедал с Петром I. Командор осветил русской стороне многие технические и организационные вопросы плавания к Мадагаскару. Более того, Улерих передал в распоряжение руководителей экспедиции секретные шведские документы и в их числе инструкции королевы Улерихи и Леоноры. Все добытые сведения стекались к Вильстеру. К сожалению, то, что ему удалось узнать, не вселяло оптимизма. Можно видеть, докладывал он Петру в июле 1724 года, что на тех островах короля не имеется, как речь о том неслась, и я лучше о том до сего сведом не был, но признаваю быть оном в местах республики. После получения этих сведений Петру I стала очевидна бессмысленность посольства. Тем более, что несмотря на все принятые меры, сведения о секретных операциях императора на путях в Индию просочились в Лондон, Копенгаген и Амстердам. В феврале пришел новый приказ Петра отменить экспедицию до другого благоприятного времени. И он осуществил бы ее, но преждевременная кончина императора внесла свои коррективы. Таким образом, закончился амбициозный проект русско-пиратского царства на Мадагаскаре. Редактор субтитров А.Семкин